здравствуйте слушатели курса биологии 10 класс и у нас сегодня с вами тема урока биологические системы вернее мы продолжаем тему молекулярный уровень и на прошлых уроках мы с вами разбирали белки и углеводы а сегодня у нас с вами тема жиры и начнем изучать нуклеиновые кислоты и сейчас немножко я пролесну немного вспомним то что было на прошлом на прошлом уроке значит мы с вами говорили о белках говорили об их строении но больше дальше я глубже идти не могу потому что органическую химию вы только начали изучать и вы к изучению тему белков жиров и углеводов подойдете либо в конце года либо я не знаю как рассчитан ваш учебный план даже в следующем году вот поэтому но основной основной момент который мы с вами о котором говорили что белки состоят из аминокислот всего аминокислот 20 вот 10 из них заменимые которые мы можем получить вернее которые можем может синтезировать наш организм и 10 незаменимых то есть те которые наш организм синтезировать не может а мы можем получить их только извне ну обо всем этом мы с вами говорили на прошлом уроке говорили о том что все аминокислоты строго идут строгой последовательности то есть не как они хотят а как им говорит молекула днк вот и укомплектуются в различные структуры да есть первичная в то вернее вторичная третичная четверти четвертичная структура и тоже об этом говорит ну вот сегодня говорим о жирах они называются жиры они же липиды вот одно и второе название жир липид идентичная ну слово триглицерид более сложная она больше скажем такое химическое название поэтому вы когда будете знакомиться в курсе химии то вам будет понятно почему три но там три хвоста имеется ввиду и почему глицерид я думаю что может быть вы сейчас поймете даже по тому малому объяснению который вот сейчас вот я попробую вам предложить если например провелок мы с вами говорили что он там компактизуется вернее как бы становится более компактным либо на такой вид спирали приобретает либо вид глобулы приобретает то молекула липиды или молекула жира она такая треххвостая молекула имеет три хвоста и вот эти хвосты три хвоста называют представляют собой жирные кислоты ну или правильно остатки жирных кислот в отношении что такое жирные кислоты но вы проходили например в курсе когда изучали неорганическую химию вы проходили изучали минеральные кислоты соляная серная азотная фосфорная какие там угольная и так далее и кислоты а вот органические кислоты органические кислоты они задержат углерод водород и кислород вот кислоты которые содержат значит водород углерод и кислород и называются органическими кислотами а если они еще имеют большую высокую массу, то они называются жирными органическими кислотами. Ну, в общем, скажем так, это может быть не очень понятно, но, в общем, три хвоста это три остатка жирных кислот. А вот то, что вы видите, такая голова красная, это остаток от глицерина. Глицерин, слово, я думаю, что, может быть, тоже вам знакомое, вы с ним встречались, он очень, это спирт, спирт достаточно вязкий, его очень называют спирт красоты, потому что спирт, глицерин добавляют во многие косметические изделия, он имеет смягчающее действие, крема для рук, для лица. Вот, так вот, остаток этого спирта, глицерина и три хвоста, которые представляют собой жирные кислоты, остатки жирных кислот, вот все это в совокупности представляет собой молекулу жира или молекулу липида. И вот в 3D форме оно где-то вот так вот, ну, модель, скажем. А теперь рассмотрим этот хвост, один из трех хвостов, они бывают идентичные, бывают немного разные по количеству, ну, и по строению, но в целом, вот, рассмотрим, допустим, что эти три хвоста идентичные, и такие бывают жиры, когда три хвоста одинаковые. Вот этот вот жирный, этот хвост, или эта жирная кислота, значит, она может иметь форму, вот если посмотреть ее структурную, или, например, в виде такой вот модели, 3D-модели, может быть, либо иметь форму прямую, либо форму изогнутую. Вот жирные кислоты, жирные кислоты, они в целом по своей классификации разделяются на насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. В условиях наших, таких вот пропедевтических, то есть, когда мы с вами предваряем курс химии, то будем с вами так говорить, чем же, как отличить насыщенную кислоту и ненасыщенную, вообще, почему такие названия. Вот, посмотрите, пожалуйста, с левой стороны, вот где хвост, то есть жирная кислота представляет собой такую прямую модификацию, прямую форму. И дальше изображена формула. Ну, написано CH2, 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 CH2. Вот последовательно соединяются группы между собой. И везде они соединяются одинарными связями. Вот, если жирная кислота в своей структуре, в своей химической структуре имеет только одинарные связи, и вы видите между группами CH2 только одинарные связи, то такая кислота называется насыщенной. Почему? Потому что, ну, вот я сейчас скажу, предложение не очень хорошее, но непонятно, если вы еще не проходили, не начинали курс органической химии. То есть реализуются правила о валентности. Ну, в общем, скажем, вот в таком положении CH3 быть не может, CH4 быть не может. В общем, эта молекула максимально насыщена водородом. Сейчас я на другом примере скажу, тогда будет более понятно. Посмотрите справа. Вот та же самая, тот же самый хвост, но вот видите, розовым цветом выделено. Здесь появляется двойная связь, то есть если с левой стороны везде одинарные связи, то с правой стороны в молекуле появляется двойная связь. Эта двойная связь может быть как по центру, она может быть и в начале молекулы, и в конце, и она может быть одна двойная связь, может быть две, три двойные связи. Но самое главное, чем отличается насыщенная кислота от ненасыщенной, что в ненасыщенной жирной кислоте обязательно будет наличие хотя бы одной двойной связи. И вот вы видите, где розовеньким обведено, там двойная связь, и рядом с углеродом стоит не два атома водорода, а один CH. CH. То есть она имеет в виду, почему ненасыщенная, то есть она недостаточно насыщена водородом. Поэтому когда различают насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, в насыщенных достаточное количество водорода, а в ненасыщенных жирных кислотах недостаточное количество водорода. И вот за счет вот этой двойной связи, придающей гибкость вот этой жирной кислоте, жирная кислота становится как бы как изогнутая, форма изогнутая. Как это влияет на физические свойства? А вот если жирные кислоты насыщенные, вот у них такая прямая форма, и они более способны к кристаллизации. То есть они составляют жиры твердые, да, то есть ну такие, ну они не в виде кристаллов, но кристаллические, то есть представляющие твердую консистенцию. Какие-то жиры могут быть твердые, сливочное масло, жир говяжий, свиной, борсучий, ну и так далее. То есть вот твердые жиры, твердые жиры, в них содержатся насыщенные жирные кислоты, то есть в которых нет двойных связей. Ненасыщенные жирные кислоты, где они содержатся? За счет своей гибкости, за счет своей гибкости, вот этот вот процесс кристаллизации, он затруднен. И поэтому вот такие жирные кислоты, они в основном образуют с собой растительные масла, которые имеют достаточно низкие температуры плавления. Ну, допустим, если мы с вами поставим растительное масло даже при минус 5, то оно не замерзнет. Вот у подсолнечного масла будет дальше таблица, я не помню, там температура плавления очень низкая, минус чем-то, то ли минус 10, то ли минус 15. Вот за счет этой гибкости связей, вот вернее, гибкости жирных кислот, не происходит вот эта вот кристаллизация. То есть оно какое-то, получается такое более объемное, пространственно объемное. И вот такие ненасыщенные жирные кислоты, они содержатся в растительных маслах. Вот это принципиальное отличие твердого жира, твердых масел от жидких масел, что в жидких будут ненасыщенные в основном жирные кислоты, а в твердых будут насыщенные жирные кислоты. Ну и по форме вот эти вот кислоты тоже будут разные, вот, из-за их химического строения. Вот эти двойные связи, они придают такую гибкость, гибкость молекуле. Я думаю, что тоже вы слышали, наверное, очень много рекламы. Сейчас покупайте омега-3, омега-6, омега-9, в аптеку придешь, там очень много, значит, предлагают биодобавки, в которых подписан омега-3, омега-6, омега-9. Вот, либо просто даже реклама, например, употребляйте рыбу, а не мясо. Почему? Потому что содержат кислоты, жирные кислоты по типу омега-3, омега-6, омега-9, но нигде не объясняется, что это означает. Почему омега? Почему не альфа? А почему не бета? Ну, омега – это буква греческого алфавита. А почему 3? А почему 6? Почему 9? Вот об этом не говорится. Значит, вот давайте посмотрим, чтобы вы разбирались и поскольку у нас биология, а не химия, то чтобы у вас было какое-то такое вот применение, ну, скажем, разбираю не по структуре, не по формулам, а более прикладное. Например, известные ненасыщенные жирные кислоты – это линолевая, линоленовая и арахидоновая. Вот чем они, например, замечательны? Дело в том, что вот эти 3 кислоты – линолевая, линоленовая и арахидоновая – они являются незаменимыми для нашего организма. Что значит незаменимыми для нашего организма? Дело в том, что наш организм эти кислоты синтезировать не может. Поэтому, если мы по какой-то причине не получаем их извне, то наш организм, получается, недополучает вот эти полезные кислоты, а они необходимы для того, ну, в частности, для того, чтобы работали правильно на мембраны наших клеток. Вот. И если, например, мы не употребляем по какой причине? Ну, различные могут причины. Может быть, человек себя ограничивает в чем-то. Или, допустим, он себя не ограничивает, а что-то происходит и испытывает какой-то период голода. Вот. И недополучает. То, в общем-то, скажем, если долгое время недополучать, то организму будет нанесен приличный урон. И вот эти незаменимые кислоты, то есть, которые мы можем получить только из пищи, на следующем слайде мы с вами разберем, из какого вида пищи мы можем получить эти аминокислоты. Вот в совокупности эти три жирные кислоты называются витамином F. Поэтому, если вы где-то увидите на упаковочке написан витамин F, понимаете, что это витамин, представляющий собой совокупность трех жирных кислот, которые необходимы для нашего организма и наш организм их синтезировать не может. Но если мы с вами нормально питаемся, то, в принципе, никакой биологической добавки нам с вами не нужно. Что схожее у этих всех кислот линолевый, линоленовый, арахидоновый? Вот обведено все в красные кружочки, это наличие двойных связей. Ну, видите, что в разных кислотах различное количество двойных связей. В линолевый две двойные связи, в линоленовый три, в арахидоновый четыре двойные связи. То есть в различных кислотах может быть разное количество связей. Например, внизу алииновая кислота, я даже забыла кружочек там обозначить, здесь всего лишь одна двойная связь. Итак, их всех объединяет то, что они являются ненасыщенными. Но вы видите, значки слева поставлены, какая-то является омега-6, какая-то является омега-3, а какая-то даже является омега-9. Так вот, почему же так назвали? Чтобы было понятно, чтобы грамотно понимать, почему та или иная реклама. Давайте сначала посмотрим, в каких же продуктах можно получить омега-3, линоленовую, например, кислоту. И вот по диаграмме, которая представлена справа на слайде, видно внизу желтеньким цветом растительные масла и больше всего вот эту линоленовую кислоту, та, которая незаменима и мы можем получить ее только с продуктом питания, содержится в растительном масле. И вы видите, самое богатое этой кислотой льняное масло. Именно по этой причине льняное масло на прилавках дорогое. Да, потому что вот, ну, у него есть побочный эффект, да, то есть, как бы его нельзя употреблять много, иначе нужно будет бежать в ближайшее межо, вот, потому что такой послабляющий эффект имеет. Но, в частности, есть еще и ореховое, соевое масло, ну, здесь можно было бы написать и другие масла, нам более известные. Ну, вот в этих растительных маслах больше всего содержатся линоленовые кислоты. А где еще она содержится? Орехи и семена. Видите, опять же, семена чего? льна. То есть, лен вообще является пионером по содержанию вот этой линоленовой незаменимой жирной кислоты. Ну, и грецкие орехи. Вот, любители, кто любит грецкие орехи, то не надо никакой биологической добавки, а просто употреблять эти греческие, греческие, грецкие орехи, и этого будет достаточно для того, чтобы восполнять вот недостаток, ну, или суточную потребность вот в этой линоленовой кислоте. Ну, и так далее. Разумеется, рыба, и вы видите, жирные сорта рыбы, скумбрия, сельц, лосось, это вот та рыба, то есть жирные сорта, которые содержат в достаточном количестве. Поэтому, если кто-то любит такую рыбу, то тоже этого будет достаточно для восполнения суточного рациона. Поэтому рекламу покупайте биодобавки людям, употребляющим такие продукты, в общем-то, по большому счету, не нужно. А теперь посмотрите, вот слева, слева таблица представлена. И вот, ну так, если на вскидку посмотреть, обратите внимание, рыбий жир, вот, скажем, ну, после льняного масла, это, скажем, такой весомый, который содержит вот это вот в большом количестве омега-3. То есть, самые главные пионеры это льняное масло, да, и рыбий жир. Поэтому вот для восполнения омега-3, пожалуйста, ну, рыбий жир, так-то вот его пить-то не хочется, но в качестве, если просто рыбу употреблять, то вполне возможно. Ну, а льняное масло, да, тоже оно, я говорю, у него есть побочный эффект и на любителя, и оно, в принципе, дорогое, но это вот два продукта, рыбий жир и льняное масло, те, которые содержат большое количество ненасыщенных жирных кислот по типу омега-3. Ну, и видите, льняное масло, помимо омега-3, в нем содержится и всего много, и омега-6, и омега-9. А вот теперь давайте вы сейчас послушайте, а потом в следующий слайд это вы выполните практическое задание. Вообще, почему названо омега, омега-3, омега-6, омега-9? Вы знаете, что греческий алфавит начинается с буквы альфа, а заканчивается буквой омега. А вот первое, посмотрим АЛК. АЛК, ну так проще называть, или вот есть расшифровка аббревиатуры выше, альфа-линоленовая кислота. Ну, я не буду объяснять, почему альфа, потому что это вам по химии будут объяснять, что карбоксильная функциональная группа, с нее идет отсчет. Это по химии. Нам самое главное знать, что это линоленовая кислота. Теперь, почему эта линоленовая кислота относится к омега-3? Вот где вы видите вот эту функциональную группу, ну, будем ее называть неправильно ООН, да, как Организация Объединенных Наций. Вот где эта группа ООН, ну, вообще она СОН, карбоксильная группа, вот эта группа ООН, это начало молекулы. И начало мы называем буквой альфа. Вот она обозначена. Следовательно, если есть начало молекулы, то есть ее окончание, конец. А вот конец называется омега. Вот она такая, как буква W, только закругленная. И дальше смотрите, я оставляю альфа, меня начало молекулы не интересует, а я занимаюсь ее хвостом, то есть омегой. И я начинаю считать, вот видите, обозначила красненькими точечками. вот в углу каждого, вот как бы, вот зигзаги, если взять, то в каждом углу это атом углерода, просто его не пишут, ну, потому что будет очень громоздкая запись. Поэтому обычно, когда изучают курс органической химии или химики, они уже знают, что везде в углу это атом углерода. Но для нас даже это сейчас не имеет особого значения. Мы должны с вами посчитать, когда начинается, ну, или, скажем, после какого атома углерода начинается двойная связь. Ну, вот если поставить три точки, первая точка, дальше идет вторая точка, третья точка. Вот после третьей точки, то есть после третьего атома углерода стоит двойная связь. Поэтому данная жирная кислота относится к омега-кислотам, омега-3. Если бы эта двойная связь была попадальше расположенного, первая, я имею в виду, первая двойная связь, то в таком случае она бы называлась бы омега-другая. То есть мы с вами обязательно считаем, находим начало молекулы, находим хвост молекулы и потом работаем только с хвостом и начинаем считать, сколько атомов углерода предшествует началу двойной связи. Но то же самое, если вы посмотрите и для эйко-запентоеновой кислоты. Я точки уже не поставила, но тоже, если вы посчитаете, в каждом углу, вот начало, первая начальная точка, уголок и следующие, тоже три точки до начала двойной связи. То же самое обстоит дело и с третьей, с ДГК, доказагексоеновая кислота, тот же самый вариант. То есть омега-3, омега-6 или омега-9 мы с вами определяем по структуре самой жирной кислоты. Вот сейчас на следующем слайде вам будет, для вас задание, я вам даю времени. Время минут 7 и я вас попрошу не писать ответы до вот пока вот я вас, ну, не попрошу написать эти ответы, потому что скорость у вас у всех разная и чтобы было время подумать, потому что кому-то хватает минуты, кому-то хватает трех, кому-то семи минут. Давайте вот время сделаю 7 минут, а вы спокойно, в спокойном режиме, посмотрите на эти формулы в качестве примера. И посмотрите, таблица есть, в одну таблицу, где омега-3, не в таблицу, а в первую графу омега-3 вы напишите цифры, ну, у вас если некуда писать, ну, прикинете так, или в гаджете напишите, вот где омега-3, какие из вот этих шести кислот, просто цифры напишите, как вы считаете, под какими цифрами относятся не амина, а жирные кислоты, и они относятся к типу омега-3. А потом напишите также цифры для омега-6, какими являются, а какие омега-9. Ну, и в качестве примера, чтобы еще раз объяснить, может быть, кому-то было непонятно, вот смотрите, аббревиатура внизу, расшифровка есть, на нее можете не обращать внимание, чтобы она вас не смущала. Вот вторая, и цифра 2 у меня исчезла. В общем, не пронумерованная, но с красным кружочком и с зелененькими точками. Вот как пример, еще раз разбираю. Вот видите, жирная кислота. Я думаю, где у нее начало, а где конец. Вот где он, это начало. Значит, другой конец, это омега. И я начинаю именно работать с хвостом, омега. И считаю, сколько точек. Опять то же самое, раз, два, три. После третьего стоит двойная связь, значит, эта жирная кислота является омега-3. Следовательно, цифру 2 я должна была бы написать в первую графу, где омега-3. То, что они скручены, вот эти вот, не должно смущать, зато компактное место, меньше места занимает. Вот попробуйте сейчас для оставшихся 1, 3, 4, 5, 6, попробуйте их распределить вот в этой таблице. Какие являются омега-3, омега-6 и омега-9. Вот я сейчас время засекла, и, пожалуйста, только раньше не пишите, чтобы потом сравнить, кто как ответил. Вот. Спасибо. Продолжение следует... Если у вас какой-то вопрос, вы можете писать и задавать его, если у вас возникают сложности, трудности, просто можете написать вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, я ответы вижу, но пока не комментирую. Еще 4 минуты, тогда прокомментирую. Есть и правильные ответы, есть и ошибки. Продолжение следует... Продолжение следует... Еще давайте минуту-две и все, и будем разбирать. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, хорошо. Ну, давайте ответы. Я неправильно посмотрела, ошиблась. Вот все ответы, которые я вижу... Так. Да, большое спасибо. Вот ответы, которые я вижу, все правильно. То есть первое, это 2,4... В смысле, омега-3 это 2,4,6. Совершенно верно. Омега-6 это 1,3. И омега-9 это 5. Ну, вот таким образом можно понимать, когда вот... Видите, 2 флакончика. Ну, я просто привела любую попавшую с ней в качестве рекламы. Я даже не знаю, кто их выпускает. Вот. Ну, их очень много различных вариантов, различных версий. В зависимости от того, в какой стране продается. Вот видите, повыше флакончик омега-3, а пониже омега-3,6,9. То есть там будут разные такие жирные кислоты. Вот. Ну, по существу, еще раз говорю, что если человек употребляет в пищу достаточно качественные продукты, то биодобавок не требуется. Ну, я не беру какие-то варианты с усваиваемостью и так далее. Вот. Да, Александр, все правильно. Все верно. Вот. Так что теперь можно будет вам отличать и понимать, когда рекламируешь, что это означает. Вот эти вот жирные кислоты. Давайте дальше. Вот вы видите фотографию на фото француза Поль Саботье, нобелевский лауреат. Он получил нобелевскую премию за продукт маргарин. Ну, маргарин, я думаю, вы тоже все хорошо знаете. Он предложил, дело в том, что маргарин это технологический продукт. То есть он не сам по себе, который, вы понимаете, можно найти в природе, да, или каким-то образом там получить из семян того же слова подсолнечника. А он продукт технологического, технологический продукт. И вот Поль Саботье в начале 20 века буквально совершил революцию. Дело в том, что еще до вот того, как получилось у Поля, очень страдали сильно те, кто занимался производством пищевых продуктов, ну, например, основным компонентом которых являлось растительное масло. Ну, например, это те, которые занимались вот производством тортов, пирожных, всяких там булочек и так далее. Понятно, что для того, чтобы была эта выпечка, вот эти всякие булочки вкусные, нужно было растительное масло. И вот производитель никогда не знал, а сколько же у него будет сбыт этих булочек и т.д. по списку. Вот, и поэтому закупал большие чаны этого растительного масла. И оно успешно, как вы понимаете, например, если он вовремя не использовал, то оно успешно прогоркало. Ну, как успешно, то есть портилось это масло растительное. И производственники терпели вот эти финансовые убытки. И Поль Сабатье, значит, нашел выход из этой ситуации. Вы эту реакцию будете писать по химии, вы будете уметь ее даже расписывать, будете понимать, как она происходит. Я уж не взяла никаких катализаторов здесь, а просто взяла вот основу, в чем идея вот того, что сделал Поль Сабатье. Он как бы, ну, как соединил, что ли, синтезировал, поместил в газовую фазу, ну, или просто, грубо говоря, соединил вот жидкое масло, допустим, подсолнечное масло с водородом. Ну, при определенных условиях, конечно. И заметил, что если, вернее, и заметил, что в газовой фазе, то есть в присутствии водорода, то есть висоединяясь с водородом, растительное масло, растительное масло преобразуется в твердый маргарин. Ну, там еще необходимы катализаторы определенные, вот металлы. Но в целом самое главное, чтобы вот это вот соединение растительного масла вот в этой газовой, с водородом. И тогда растительное масло преобразуется в маргарин. Ну, по существу маргарин – это то же самое растительное масло, ну, то есть как бы твердое. Мне было не найти… Да, и я обращаю внимание на слово гидрогенизация. Вот этот вот процесс превращения растительного масла в маргарин маргарин называется гидрогенизация. Ну, чтобы понять это слово гидро, да, гидро, гидро, что-то связано с водородом, да, окси – это кислород, гидро – это водород, а генезис – генезис образования, рождения. Ну, и как бы написало «рожденный водородом». То есть маргарин, он как бы рожден водородом. Значит, гидрогенизация. Ну, генезис, вы помните из курса, когда вы в девятом классе, возможно, говорили что-то там из генетики, генезис, да, вот это вот образование, рождение, значит, гидрогенизация. Ну, и справа на картинке представлены формулы. Я не нашла удачного варианта, именно касающийся, чтобы это было как бы вот то, что входит в состав маргарина. Но как модель, как модель, это можно рассмотреть, как идею, вот что же там происходит. Дело в том, что в растительном масле, как вот в начале урока мы с вами говорили, в растительных маслах, то есть в жидких растительных маслах, у них ненасыщенные жирные кислоты, то есть имеющие двойную связь. И они имеют гибкую форму. Поэтому вот то, что вы видите, жирную кислоту, которая, и красной линией проведена, ну, такая как дуга, и дальше в кружочке вы видите двойную связь, вот это признаки ненасыщенности жирных кислот. То есть как только есть наличие двойной связи, а эта двойная связь дает гибкость молекуле, то есть молекула имеет такую изогнутую форму, следовательно, к кристаллизации не сильно способна, поэтому обычно вот такие жирные кислоты, они содержатся в жидких маслах, в растительных маслах, которые имеют низкие температуры плавления. Ну, вот, кстати, температура плавления представлена в таблице. Видите, подсолнечное масло при минус 15, поэтому если оно натуральное подсолнечное масло, я не говорю о консервантах, обо всем, что добавляется. Вот, естественно, подсолнечное масло при минус 15, вот только оно начнет как-то все это... То есть достаточно не будет... Есть понятие, конечно, температуры затвердевания, но в некотором случае они как бы как схожи. И посмотрите на картинку, где синенький кружочек и синяя линия. Вот если это жирное масло, ну, то есть, извините, жидкое масло переводить в состояние маргарина, то есть когда оно затвердевает, то у него, разумеется, меняется химическая структура. Она переходит из цис-формы в транс-форму. Вы пока еще, я так предполагаю, не проходили цис и транс, но условно посмотрите, вот если здесь два кружка, красный и синий. Вот где двойная связь, вы видите, водород расположен по одну сторону реки, что называется, по одну сторону от двойной связи. И такая форма называется цис. Если, например, мы с вами трансформируем, преобразуем растительное масло, то тогда, вы видите, водород располагается относительно двойной связи по разные стороны. Такая форма называется трансформа. И вот такие молекулы уже имеют форму прямую. То есть, несмотря на то, что это жирная кислота, но ведет она себя не как ненасыщенная, а как насыщенная. То есть, поведение ее уже будет другое. Но самое главное, претензии вот к этому маргарину и к тому, что меняется структурная форма, структурная формула, что, разумеется, важно, что мы с вами употребляем в нашу пищу. Поэтому вот если будет, скажем, человек употреблять небольшое количество этих продуктов, ну, ничего страшного. Но если, скажем, он будет употреблять большое количество продуктов, содержащих вот маргарин, ну, я уж не знаю, какой-нибудь там рацион будет, то в таком случае, ведь все, что мы с вами употребляем, оно в той или иной степени, оно усваивается. И в частности, вот этот жировой компонент, жировые молекулы, они встраиваются в состав наших мембран-клеток. И вот как будут эти мембраны работать? Зависит от того, какие жиры в них встроились. Поэтому есть в странах предельно допустимая, забыла ПДК, предельно допустимая концентрация вот содержания вот таких вот жиров, трансформированных в продуктах питания. Они еще называются гидрогенизированные жиры, то есть искусственно-технологично полученные. Их должно быть в продукте не более до 2%. Ну вот могу вам сказать, что по данным, они все время меняются. Вот наиболее благополучное положение, например, если вот вы придете в какое-либо кафе, ну или даже в фастфуд, в страны Северной Европы. Вот там еще поддерживается, ну если не 4%, не 2%, то 4% содержания вот этих трансжиров. то есть технологичных жиров, которые получены из растительного масла. В той же самой, например, в тех же самых Соединенных Штатах Америки, там более 20% содержится вот в этом фастфуде, ну Макдональдс, не буду рекламировать, прочее, 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 вот более 20% вот этих вот жиров. Но когда мы покупаем свои продукты питания в магазинах, вот на упаковке, производитель должен, по идее, писать, ну тут в зависимости от того, какой регламент у каждой страны. Но должно быть их не более 2%, вот по той причине, что, чтобы они не навели в организме того, чего не нужно, потому что они, вот эти вот жиры, будут встраиваться в частности, один из вариантов, это только один из вариантов, мембраны наших клеток. И, сейчас посмотрим, это кажется будет, да, вот на этом слайде. Не знаю, видели ли вы такую картину, по идее, в курсе биологии в 9 классе изучают, допускают, что, может быть, видели. Но справа клетка, и вот у клетки, вы знаете, есть клеточная мембрана, ну, потому что не было бы мембраны, она бы не имела такую форму, да, она вот и дает ей определенную форму, одна из функций мембраны. И вот то, что рыженьким цветом, это жировые молекулы. То есть, вот такой основной матрикс нашей мембраны, это жир. А встроенные, то, что вы видите, синие, это молекулы белка. Они как такие, вот есть трансмембранные, то есть, насквозь проходящие белки, которые являются каналами, по которым что-то в клетку входит, и что-то из клетки выходит. И вот эти каналы будут, в частности, работать правильно в зависимости от того, какой матрикс, то есть, какие жировые компоненты будут входить в состав этой мембраны. Так вот, когда мы употребляем в большом количестве трансжиры, то вот эти трансжиры также будут встраиваться вот в эту мембрану. И поэтому для того, чтобы она функционировала правильно, вот эти вот трансжиры должны быть минимальное количество в нашей пище. Ну, желательно, чтобы их вообще не было. Ну, то, что вот таким беленьким, это если будет вопрос, как веточка, это углеводы, да, то есть, в матрикс основной нашей мембраны составляет это жиры и встроенные, значит, белки и углеводы. Ну, и вот, если посмотреть пример, я взяла, не очень может быть видно, но вот то, что более-менее нашла в интернете, подчеркнула. Видите, например, маргарин пышка. вот это вопрос о доверии к производителю. В каждой стране есть определенный закон, или его нет закона, для того, чтобы контролировать производителя. Правильно он пишет или неправильно пишет. Ну, вот, производитель маргарина пышка пишет, что он не содержит гидрогенизированных жиров, то есть, гидрогенизация, гидроводород, генезиса, рожденный, рожденный водородов. Вот, то есть, маргарин не содержит. Правда, не правда, вопрос другой. Почему он твердый, что он там, как он сделал, вот этот маргарин пышка, из чего? Дальше, например, состав вот зеленого введено, молочный шоколад. Здесь автор пишет, что в этом шоколаде гидрогенизированный ну, вот, пожалуйста, то есть, а процент не пишет. Ну, вот, должно быть, в принципе, указан еще процент. Сколько процентов? 2 процента или более 2 процентов. Или, третий, например, маргарин, твердая чудесница. Почему его тоже включила? Здесь не написано гидрогенизированный растительный жир, но здесь написано трансизомер, ну, вот эта форма транс, не цис, а транс, когда водород по разные стороны. Трансизомер жирных кислот. И, видите, написано не более 2 процентов. То есть, в данном случае производитель пишет честно, да, тут есть вот эти транс жиры, но они в предельно допустимой концентрации не более 2 процентов. Ну, другой вопрос, как еще человек питается? Может быть, он эту упаковку съедает в день, а может быть, он что-то еще употребляет с транс жирами. Тогда у него концентрация достаточно высокая. Вот. Поэтому, с одной стороны, видите, без маргарина получается, вот эти производители мучных изделий, там, всяких кондитерских изделий, они вроде бы терпят финансовые потери, потому что, видите, масло очень быстро портится, если оно без консервантов. Но сейчас уже проще, сейчас уже другое время, а вот в то время 19-20 век, вот этот вот рубеж. Ну, желательно, желательно, конечно, если есть возможность, обращать внимание на этикетки продуктов питания, бывает так, пишут, что ничего не видно, с лупой нужно ходить в магазин. И если есть гидрогенизированный жир, а почти везде есть гидрогенизированный жир. Вот, если посмотрите, ценовая категория, где невысокая, там, как правило, везде, да, либо это будет масло пальмовое, вот, либо это будет, вот, гидрогенизированный растительный жир. А так, чтобы это было масло сливочное, это редкий вариант, но это будет ценовая категория, совершенно другая, более, наиболее высокая у продукта. Вот отсюда опять ценообразование. Да, чем дешевле продукт, значит, в нем либо технологичный маргарин, либо пальмовое масло, у которого себестоимость невысокая. Вот, если это все-таки в хлебобулочных, вот этих вот выпечных, технологичных изделиях сливочное масло, то это будет уже очень дорогой продукт. Так, ну и вот еще один момент, значит, по поводу, поскольку мы проходим с вами темы жиры, у нас с вами биология, а не химия, то, вот, возвращаемся, есть клетки, различные, клетки различных органов, как-то называются, например, клетки печени, называется, гепатоциты, вот, например, клетки жировой ткани называются адипоциты, ну, цитоциты, это клетки, да, клетки адипо, клетки жировой ткани. И на картинке слева изображены две женщины, одна более полная, другая, у нее нормальное телосложение, без излишек лишнего веса, и вы видите, что вот эти жировые клетки, жировые клетки, они бывают разные, ну, их разделяют по классификации, клетки белого жира и клетки бурого жира, сейчас разберем, почему так называется. И вот у женщины та, которая более полная, то есть у нее есть избыток веса, у нее более преобладают клетки белого жира, а у другой женщины преобладают клетки бурого жира. Почему? Ну, и здесь вот видите, то, что зелененькая стрелочка предлагается вот женщине, которая слева, заниматься физкультурой, вот, и физкультура не просто при пониженном, при пониженной температуре, да, то есть, например, особенно, когда холодное время года заниматься, или, например, чтобы в зале, в спортивном было холодно, не жарко, а холодно, тогда больше шанс сгорания, ну, сейчас буду объяснять, что значит сгорание вот этих вот ненужных жиров, то есть, поэтому здесь термометр, низкая температура, по этой причине в, ну, не только, конечно, по этой причине в, как это называется, вот эти залы, тренировочные залы, в них температура невысокая, вот, ну, там по разным причинам, конечно, потому что, ну, большие физические нагрузки, нужно доступ к кислороду, и, чтобы не было жарко, вот, ну, и сейчас разберемся, почему все-таки вот нужно, чтобы была низкая еще температура, да, если не забуду, постараюсь, если что, напомните, там просто переход, лучше сейчас скажу, переход белого жира в бурый жир, возможен при низкой температуре, все, это сказала, теперь давайте посмотрим на правой картинке, вот, с правой стороны, внизу, клетка белого, белая жировая клетка, и бурая жировая клетка, почему они отличаются, вы знаете, что в любой клетке, основной, скажем, компонент, или основной, основной компонент, это является ядро, ну, есть еще важные другие органоиды, ну, вот, и, как правило, ядро занимает центральную часть, то есть, не где-то на периферии, как в случае белых жировых клеток, а ядро должно находиться где-то в центральной, не где-то в центральной части, такой, вы, может быть, встречали, сейчас, наверное, уже не помните, потому что уже 10 класс, а вот в курсе основной школы, 5-6 класс, когда вы изучали ботанику, то, может быть, вспомните, была картинка, были картинки такие, растительные клетки, где большая-большая вукуоль, она такая огромная, эта вукуоль, и она буквально прижимает ядро растительной клетки, вот, к клеточной мембране, ну, вот, ну, это обычно у старых клеток, но то же самое и здесь, вот эти белые жировые клетки, они накапливают, как бы являются таким резервуаром накопления липидов, то есть жиров, и в этих белых жировых клетках настолько этих молекул много, вот этих жирных кислот настолько много, что они превращаются, как бы в такую большую жировую каплю, которая буквально теснит все те органоиды, которые находятся там, ну, понятно, что в этой клетке есть все, что необходимо, эндоплазматическая сеть, и митохондрия, аппарат Гольджи, но все это в очень стесненном положении, поэтому даже здесь автор это и не изобразил, а теперь давайте в сравнении посмотрим бурую жировую клетку, здесь ядро по центру, сейчас объясню, почему она бурая, ядро находится по центру, и вот эти вот жировые жирные кислоты, они, молекулы жира, они не в таком большом количестве накапливаются, потому что они очень быстро утилизируются, или преобразуются, или трансформируются, и вы видите, что в клетке очень много митохондрий, значит, чем отличаются бурая и жировая клетка, это большим наличием, или достаточным наличием митохондрий, или более чем достаточным наличием количества митохондрий, значит, надо вспомнить, а что такое митохондрия, вот она наверху слева, где Мишка спит, а митохондрия, это так называемая, ее обычно называют энергетическая станция, еще можно назвать ее такая топка, печь, энергетическая станция, вот вы знаете, например, чтобы весь город или страна, или так далее, был обеспечен электроэнергией, чтобы у нас с вами был свет, чтобы все работало, все приборы работали, необходимо, чтобы были эти недалеко электрические электростанции. Они могут быть либо угольные, либо гидроэлектростанции, либо атомные электростанции, но в общем должны быть электростанции, которые вырабатывают энергию для того, чтобы у нас с вами было светло, тепло и так далее. То же самое в клетке. Она не будет работать, в ней ничего не будет функционировать, а следовательно не будет функционировать и организм, если в ней не будет вырабатываться энергия. Поэтому в каждой клетке, так природой заведено, есть особые органоиды, которые называются митохондриями, основная функция которых является выработка энергии. Эта энергия вырабатывается в форме молекулы, или аккумулируется, или вырабатывается в форме молекулы АТФ, аденозин-трифосфорной кислоты. Я ее не стала выводить на экран, потому что это отдельная тема, и я думаю, что все-таки вы слышали про эту молекулу АТФ. Для того, чтобы эта АТФ вырабатывалась, необходимо, чтобы было бы какое-то топливо. И вот этим топливом являются вот эти молекулы жира. Поэтому эти молекулы жира не задерживаются долго в буровых жировых клетках, они используются как топливо, в митохондрии преобразуется в молекулу АТФ, то есть преобразуется в виде энергии в форме молекулы АТФ. А дальше эта энергия уже в частности, в частности, ну как бы не расходуется, а преобразуется в тепло. Поэтому чем больше митохондрий, тем больше употребляется вот этих жировых молекул, тем больше вырабатывается энергия, а часть энергии переходит в тепло, то есть тем больше вырабатывается тепла. Поэтому основная функция бурых жировых клеток – это терморегуляция. Вот чем больше бурых жировых клеток, тем теплее. Вот сейчас вы меня спросите, а почему же худые, те, кто не очень полный, мёрзнут? Сейчас я объясню, когда про мишку буду говорить. Почему она бурая жировая клетка? У митохондрии есть ещё одна функция, это связанное… У митохондрии есть ещё одна функция – это связывание железосодержащих белков. Ну, то есть вот за счёт железа, за счёт железа вот эти клетки приобретут… Поскольку митохондрии много, а митохондрии как бы имеют вот такое свойство связывать, то есть, ну, скажем, грубо притягивать вот эти вот железосодержащие белки. Поэтому вот эти бурые клетки, в которых много митохондрии, много и железа. И эти клетки приобретают такой цвет за счёт железа. Теперь Мишка. Вот понимая уже механизм белых жировых клеток и бурых жировых клеток, можно понимать, за счёт чего животные могут вот весь зимний период быть в спячке, находиться в спячке и выжить, да, не есть ничего и не замёрзнуть, вот, и выжить при низких температурах. Вот животные… Извините, пожалуйста. Животные, которые впадают в спячку, они, как правило, не как правило, обязательно, перед тем, как перед зимним периодом осенью они активно едят, ну, не только осенью, то есть, ну, как бы накапливают жирок. И… То есть, у них, помимо… У них накапливается много белых жировых клеток. Поэтому эти животные полнеют вот за счёт вот этих вот белых жировых клеток. А почему? Потому что им предстоит потом спать очень долго, и у них обязательно, значит, будут и бурые жировые клетки у них в большом количестве, и плюс ещё и белые жировые клетки. Вот эти в большом количестве бурые жировые клетки, они будут обеспечить им терморегуляцию. То есть, мишка… Мишка не замёрзнет. Я сейчас отвечу на вопрос. Мишка не замёрзнет. Но дело в том, что пока Миша спит, медведь спит, он же не питается, а вот в этих буровых клетках получается вот это вот как дров, вот этих вот жировых капель-то будет недостаточно в бурых клетках. Поэтому, когда в бурой клетке уже недостаточно этих жировых капель, ей поставляют как бы… Ей поставляют вот этот вот необходимый жирный кислот и белые жировые клетки. А в конечном итоге вообще при низкой температуре белые жировые клетки модифицируются, то есть, или трансформируются, превращаются в бурые жировые клетки. Поэтому, когда бурые жировые клетки израсходовали вот свой резерв, то тогда уже белые жировые клетки при низких температурах преобразуются в бурые жировые клетки. И Мишке на весь период хватает вот этого жира для того, чтобы он преобразовывался в тепло, чтобы митохондрии работали, преобразовали бы это всё в тепло. Здесь то, что люди многие едят и не толстеют, связано вот с обменом веществ, это немножко чуть-чуть другое, вот я не посмотрела, вернее смотрела, но сейчас не скажу там, как у нас с вами по программе идет, если будет там что-то касаться вот этого обмена веществ, то можно в эту тему посмотреть. Кстати, вот по поводу похудания, значит, те, кому там нужно похудеть, вот это взяли на заметку ученые, что, ну понятно, что не все могут себя заставить ходить в спортивный зал, причем чтобы это было с определенной периодичностью, с интенсивностью и со всеми правилами, ну и не все выдерживают нагрузки. Вот, поэтому взяли себе ученые на вооружение и пытаются, вот один из вариантов, например, для похудания, чтобы вот был бы такой механизм для того, чтобы внутри организма запускать вот этот, вернее, механизм преобразования белых жировых клеток в бурые. Ну чтобы вот этот неполезный, ну относительно он в принципе и полезный, ну вот избыток этого белого жира переходил бы, трансформировался в бурый жир. И таким образом, ну вот если все-таки это до конца воспроизведут, то будет шанс не в спортивный зал ходить, а вот это будет каким-то таким технологическим путем выполнено, я не могу сказать каким, но чтобы клетки белого жира преобразовывались при определенных условиях в бурые жировые клетки. И тогда человек сможет похудеть. Вот, а вот по поводу, нет, белой жиры я не думала, что ему, конечно, вводят. Вот, я не знаю, ребят, не могу на этот вопрос ответить, что вводят, не могу вам сказать. Вот, там поддерживающие другие, конечно, есть компоненты, вот, и питание есть, там в принципе не нужно как таково вот этот именно жир. То есть есть различное питание парентеральное, которое могут вводить человеку, который находится вот в таком критическом состоянии. Вот. И вот младенцы, посмотрите, пожалуйста, ну, не очень как-то младенец, но я не могла найти каких-то таких вот очень интересных. У них желтым цветом обозначены все младенцы, вот так в природе заведено, на всякий случай, на всякий случай. Вот, адаптированы к тому, что вот они появились на новый свет, вернее, вот появились на свет, и им надо выжить, и неизвестно, какие будут условия. Поэтому у всех младенцев, скажем, достаточное количество, даже более чем достаточное количество бурых жировых клеток. Это к тому, что это не значит, что младенец, когда родился, должен быть при минусе 40 лежать, нет. Но какие-то холодовые, если будут условия, то младенцу будет тепло, потому что вот так природой заведено, что, видите, у него вот в области шеи, в области плеч, в области, где тазовая область, вот там у него располагается большое количество вот этих вот бурых жировых клеток, которые малышу в первые вот эти вот дни жизни и месяцы жизни, что не позволит ему переохладиться. Ну, я не говорю еще какие-то суперкритические условия, супернизкие температуры, где, в общем-то, уже и белок не может функционировать. Вот таким вот образом можно было бы, если в прикладном характере, объяснить вот про наши вот эти вот жиры, что есть белые жировые клетки, бурые жировые клетки и белые нужны жировые клетки, и бурые нужны жировые клетки. Поэтому, когда недостаточно вот этого жировой прослойки, тоже люди могут мерзнуть, потому что вот этого белой жировой прослойки не хватает, вроде бы тепло вырабатывается, но, знаете, как это такая тоненькая одежда, она быстро уветривается. Ну, вот грубо, вот если взять совсем грубо, объяснить. Вот поэтому должно быть и то, и другое, и буровые жировые клетки, которые терморегуляционную форму выполняют функцию, и белые жировые клетки, да, как такое некое депо, вот, и такая как некая прослойка. Вот так что и то, и то хорошо, но все-таки, чтобы в большем количестве, конечно, были бы бурые жировые клетки. Так, давайте дальше. А теперь вам такое задание, чтобы вы и практику какую-то практическую выполнили, и от моего монолога отдохнули. Вот из того, что вы сейчас послушали, только я вас сейчас, я, ребят, очень вас прошу, не пишите ответы, пожалуйста, я вам даю 10 минут, не меньше. Попробуйте подумать, если у вас как бы есть куда-то прикинуть карандаш, ну, я не знаю там, что сейчас уже есть, ну, в общем, что-то пишущее, или так в гаджет написать, прикиньте, пожалуйста, вот, по горизонтали, по вертикали, вот это сумма того, что, вот, о чем сейчас вот мы с вами разговаривали. И потом через 10 минут я выведу слайд на экран, вас попрошу буквально ответить на некоторые из этих вопросов, например, попрошу по горизонтали, там, например, пятый, восьмой, седьмой ответ, чтобы вы написали, или по вертикали напишите, там, допустим, второй, четвертый, посмотреть, как вы сориентировались, а потом посмотрим общий ответ. Ну, вот я засекла время, вот, 10 минут пошло. Давайте. Спасибо. 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 Так, первая буква во втором вопросе. Значит, есть буква «Н». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, в общем, описка моя, опечатка. То есть вот цифра 7 по горизонтали – это название молекулы, состоящие из, конечно, жирных кислот. То есть это не белок будет. У нас сегодня тема другая, не тема про белки. Продолжение следует... Может быть и правильно написала, что я не могу понять. Сейчас попробую написать сама, может быть там и аминокислоты... А, сейчас... Такое... А, сейчас... Мне... Такое... Такое... Все, я поняла, это я просто... Седьмой вопрос, я сразу же говорю его, это белок. То есть... Все правильно, я не знаю, почему я написала про аминокислоты, вот, просто видно на автомате. Но седьмой правильно будет белок, поэтому просто можете себе вписать цифру 7 – это белок. Потому что там белок, то есть неправильно по содержанию я вставила вот эту вот строчку. Поэтому цифра 7 – это белок. Ну, давайте еще минуту-две, и я вас попрошу написать некоторые варианты ответов, некоторые, и потом посмотрим все на слайде. Ну, давайте посмотрим все на слайде. Ну, и давайте, кто может, попробуйте написать, вот, по горизонтали 3, 6, 8. Какие вы дали ответы? 3, 6, 8. По горизонтали. Ну, или просто 8. Гидрогенизация, да. Там только будет гидрогенизация, но, наверное, не повлияет на кроссворд. Гидрогенизация 3, совершенно верно. 8 бурый, совершенно верно. И шестой – это вот по таблице рыбий. Совершенно верно, рыбий жир, да. Да, совершенно верно, правильно. Ну, а по вертикали напишите, ну, хотя бы давайте, давайте цифра, цифра 1. Вот какая структура клетки, что вот если будут интегрироваться трансжиры, у нас у клетки много чего есть, то это будет затруднительно работать в работе этой структуре. У нее в клетке есть ядро, эндоплазматическая сеть, есть мембрана, есть аппарат Гольджи, есть митохондрия, ну и так далее. Ага, опять сейчас я… Ну, давайте я выведу на экран. Спасибо вам большое за ответы. Спасибо за ответы. Давайте посмотрим ответы. Изогнутые, да, совершенно верно. Отлично. Вот, получается мембрана, то есть структура клетки, помните, когда показывал такая рыженькие были жировые клетки, стройные, синие, ну, не потому что они синие, ну, просто автор так нарисовал белки. И вот, поэтому критично вот эти трансжиры будут для… А что такое мембрана клетки? Это у нас миллиарды клеток. Вот, поэтому вот функции могут быть как бы… Ну, в общем, желательно не употреблять эти трансжиры, либо в ограниченном количестве. Так что мембрана, мог быть вопрос… Вот пят… Слышу, не вижу. Четвертое по вертикали – это липид. Зачем-то я белок. Ну, и просто вот видно, не знаю, какая-то такая ошибка. Рыбий, гидрогенизация, совершенно верно. Ну, вот, ну, ненасыщенные – это те, которые двойную связь содержат. Вот, изогнутая форма, совершенно верно. То есть у растительных масел, вот у них, у жидких масел, у них такая форма изогнутая, поэтому они так не кристаллизуются. Ну, либо нужны какие-то определенные температуры. Вот, это кроссворд. Спасибо вам большое, кто отгадывал и попытался, значит, отгадать. Ну, и давайте еще одно задание. И вот уже сколько будет оставаться времени, пойдем уже по нуклеиновым кислотам. Это я… С правой стороны приведен фрагмент из прошлого урока, когда мы с вами говорили о механизме действия инсулина. Вот, а вам сейчас нужно, вот просто, поскольку мы прошли с вами белки, жиры и углеводы, попытаться, ну, подумать и выбрать ответы, значит, какие превращения веществ могут происходить в организме. Вам нужно выбрать 3 из 6. Вот просто можете уже, я не говорю, сколько времени, просто напишите 3 цифры, которые бы вы выбрали. Ну, вот смотрите, гликоген в глюкозу точно правильно, потому что мы в прошлый раз с вами говорили, гликоген в печени у нас находится, и при необходимости мозг, когда требует, ну, и вообще организм, когда требует, то гликоген преобразуется в глюкозу. Это правильно. А вот гормоны, ферменты и гормоны, витамины – это неверные ответы. Правильно, жиры в углеводы и углеводы в жиры. То есть вот этот вот механизм углеводов жиры и жиры в углеводы, вот этот механизм возможен. Вот, поэтому кто много ест углеводов, ну, я имею в виду там макароны, да, такие сложные углеводы, ну, и прочие-прочие, содержащие такие сложные углеводы, то есть большой шанс, что они будут преобразовываться в жиры. Ну, а жир мы с вами разобрали, бывает разный. И клетки белого жира, ну, то, что нежелательный человек полнеет, да, и почему у него так метаболизм происходит, что это уже просто другой уже вопрос, вот, почему у него все это не сгорает. Вот, и жиры в углеводы могут переходить при необходимости, например, если человек особенно испытывает какой-то голод, ему недостаточно, вот, вот, и поэтому жиры начнут преобразовываться в углеводы, для того, чтобы мозг наш будет просить питания. Ну, и завершаем сегодня вот нашу тему. Последнее, что у нас с вами осталось, белки, углеводы мы с вами разобрали, жиры сегодня разобрали, и нуклеиновые кислоты. Ну, я тоже допускаю, что вы с ними знакомились уже в девятом классе, но, хоть скоро у нас с вами это в программе есть, в учебном плане. Давайте вспоминать, значит, нуклеиновые кислоты, почему они так называются? Вот, внизу на слайде, в левом углу изображена клетка, и напоминаю, что центральное, основное ее место занимает ядро, или нуклеус. Отсюда кислоты, которые живут в ядре клетки, в нуклеусе, в ядре клетки, значит, называются нуклеиновыми кислотами. Какие кислоты живут в клетке, в нуклеусе, в ядре клетки? Это ДНК, и расшифровывается аббревиатура дезоксирибонуклеиновая кислота. И это РНК, рибонуклеиновая кислота. И ДНК, это двухцепочечная молекула, то есть имеет две цепочки комплементарные, две цепочки имеет. А РНК, рибонуклеиновая кислота, это одноцепочечная молекула. Ну и в качестве еще примеров, с правой стороны приведена молекула ДНК, которая, вот она двухцепочечная, Она компактизируется с помощью определенных белков и трансформируется в форме хроматина. И когда клетка начинает делиться, то этот хроматин спирализуется, и уже его можно увидеть в форме хромосом. То есть фактически ДНК, хроматин и хромосом – это одно и то же. Просто молекула ДНК, видите, более такая пространная структура, хроматин – более компактная структура, то есть ДНК пытается как-то, поскольку достаточно длинные молекулы, компактизироваться. Ну и в процессе деления, если вы помните, метоз, миоз, вот это все, метафаза, вернее, профаза на первой стадии, там происходит вот это вот, мы можем увидеть в электронный микроскоп, когда хроматин как бы спирализуется, и уже видим вот эти вот хромосомы. То есть как бы вот этот хроматин приобретает какие-то очерченные, очерченный это какой-то вид, ну в общем, какую-то форму приобретает. Итак, ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота и РНК – рибонуклеиновая кислота. Как белок состоит из аминокислот, вот, например, мы с вами говорили, что белок состоит из аминокислот, так и вот эти нуклеиновые кислоты, они, ДНК и РНК, они тоже состоят из каких-то звеньев. И вот основное звено ДНК и РНК – это нуклеотид. И вот цепь этих нуклеотидов составляет либо ДНК, либо РНК. Тогда что из себя представляет нуклеотид? И вот справа написано красным цветом, что нуклеотид – это такой сложный, комплексный, представляет собой сложный комплекс, состоящий из остатка фосфорной кислоты, которая слева на слайде обведена в желтом круге. Это остаток фосфорной кислоты. Дальше в состав нуклеотида входит молекула сахара. Вы видите, она синим цветом обозначена с левой стороны. И в данном случае рассматривается нуклеотид ДНК. И вот этот сахар в ДНК называется дезоксирибоза. И также в состав нуклеотида в этот комплекс входит азотистое основание. И вот это азотистое основание имеет свое название. И, как правило, во всех читаемых таких источниках пишут не полное название, а пишут только первую букву этого азотистого основания. Ну вот, смотрите, у нас в русском языке 33 буквы в алфавите. Начинаем с А, заканчиваем Я. А вот алфавит, из которого состоит наша ДНК или наша РНК, он состоит из четырех букв. У ДНК эти четыре буквы называются АТГЦ, а в РНК это четыре буквы АУГЦ. Поэтому у нас с вами ДНК – это как книга, в которой все записано, то есть как текстовая такая. Поэтому, когда секвенируют ДНК, получают такие тексты. У всех у нас с вами текст разный. У кого-то АТТГГ до ЦЦЦ, у кого-то ЦЦЦ, ГГ, в общем, разный. И вот в зависимости, какой будет этот текст, в какой последовательности будут эти буквы, мы будем с вами, поэтому с вами все непохожие. То есть потому что у нас с вами всех книга разная. Вот эта книга, в которой все написано про нас, какие мы будем высокие, низкие, полные, худые, умные, очень умные, там, я не знаю, с какими-то способностями или с определенными, с такими или с иными способностями, какая будет продолжительность жизни, какое будет здоровье, ну и характер, в общем, там очень много чего записано, да, и цвет глаз, и цвет волос и так далее. И вот у каждого свой код, вот этот вот, своя книга. Вот, как вот вы знаете, вот есть книги, да, один автор написал, другой автор написал, все же не похоже, то же самое здесь, у всех книга не похожа, есть места похожие, конечно, ну поэтому, в принципе, мы имеем образ человека, вот, ни кошки, ни мышки, вот, а есть места не похожие, вот, и тогда мы с вами отличаемся. Что же такое вот эти вот АТ, ГЦ, вот, как на них посмотреть? Вы будете о них говорить в курсе химии, органической химии в конце года или в начале следующего года. Вот, еще раз обращаю внимание на это азотистое основание, которое здесь представлено зеленым цветом, но какие они могут быть вообще, те азотистое основание, значит, их в ДНК может быть всего 4. Либо азотистое основание начинается с буквы А, его название, либо с буквы Т, либо с буквы Г, либо с буквы С. Ну, вот, посмотрите на следующем слайде. То есть, вот, есть основание, например, аденин, которое представлено вот у нас на прошлом слайде, только смотрим, зеленого цвета. Вот, есть основание гуанин, то есть, может быть, вместо аденина может быть гуанин в состав нуклеотида входить, может входить в состав нуклеотида тимин, а может входить в состав цитозин. То есть, в нашу ДНК могут входить любое из этих оснований, то есть в каждый нуклеотид нашей ДНК может входить любое основание, за исключением уроцила. Напротив, например, в РНК, давайте посмотрим в РНК. В РНК ее алфавит – это буквы А, так же, как и в ДНК, Г есть, С есть, но вместо буквы Т в алфавите РНК буква У. Поэтому, если мы будем рассматривать нуклеотиды для РНК, то там будут вместо тимина, может быть, в нуклеотиде, значит, в РНК может быть аденин, как и в ДНК, может быть гуанин, может быть цитозин, но вместо тимина в нуклеотидах РНК может быть только уроцил. Вот в этом разница первая. То есть в азотистых основаниях ДНК и РНК отличаются по одному из азотистых оснований в нуклеотиде. И есть еще одно отличие. Вот посмотрите, пожалуйста, если взять сахар, синим цветом он обозначен, в ДНК называется дезоксирибоза, а в РНК называется рибоза. Опять же, разница вот в этой структуре. Ну и можно почитать вот рибоза, сахар и дезоксирибоза. Это отсутствие, да, оксикислород. То есть без кислорода. Вот вы посмотрите в овале справа, где овалом красным обведено, наверху H, а внизу группа OH. И еще подчеркнула я букву О, то есть кислород. Вот в рибозе, в рибозе на один кислород больше. А вот в дезоксирибозе дезоксирибозе без кислорода, без одного кислорода. То есть рибоза и дезоксирибоза, вот эти два сахара, они отличаются на один атом кислорода. Поэтому получается ДНК, нуклеотид ДНК и нуклеотид РНК различаются по двум параметрам. Первый параметр, то, что мы с вами говорили об азотистых основаниях, то есть принципиальное отличие, что азотистые основания Тимин, буква Т, может быть только в ДНК, а азотистые основания Урацил может быть только в РНК. И второе отличие, это разные сахара. То есть в ДНК это дезоксирибоза, а в РНК это оксирибоза, то есть с большим количеством кислорода. Вот принципиальное отличие тех нуклеотидов, которые входят в состав ДНК и в состав РНК. Осталось немного времени. Если сейчас пойму, что будет сумбур, тогда приостановлю уже урок и начнем лучше со следующего урока. Посмотрите, например, с правой стороны, вот она двухцепочечная молекула ДНК, две цепочки, они называются комплиментарные, как с комплиментами подходят друг к другу, не просто так. И обычно, чтобы не была громоздкая связь, то поскольку ДНК состоит из нескольких последовательно расположенных нуклеотидов, а в нуклеотид, как мы с вами разобрали, входит и остаток фосфорной кислоты, и сахар дезоксирибоза, и еще азотистые основания. Есть, конечно, вот, например, как слева, все это изображается, но это очень громоздко. Поэтому справа модель, очень удачно все изображено, и здесь указывается только азотистые основания. Вот вы видите буква А и буква Т. Ну, здесь только по-английски, да? Буква С, ну, С, как бы, получается, английская, и буква Г. Есть правила комплиментарности, или правила Чергафа, по фамилии ученого, что в ДНК не могут быть буквы, не могут быть азотистые основания, беспорядочно расположенные. В ДНК все очень строго. Напротив азотистого основания А можно быть только азотистые основания Т. Напротив азотистого основания Г можно быть только азотистые основания С. Это вот, например, посмотрите, слева, наверху, вот, напротив буквы А буква Т, напротив буквы Г буква С. То, что вы видите такие линии, соединяющие их, это водородные связи. Водородные связи достаточно гибкие связи и за счет этого молекула приобретает вот такую гибкость и ДНК наше имеет вид спирали. Ну, дальше я не пойду, потому что время уже заканчивается и вас, чтобы не перегружать, но вот следующая тема урока мы закончим про нуклеиновые кислоты, что касается ДНК и РНК. Ну и дальше по программе. Я благодарю всех слушателей сегодняшнего урока, благодарю за ваши ответы. На сегодняшний день урок закончился. Всего вам доброго, спасибо за ваше внимание. До свидания.